Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Представитель компании пассажира Вилсон с Эггон Аллорс у нас в студии сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте, кстати. Ну и, кстати, для наших слушателей информация 6-7-212-93-9-6-7-213-93-9. Пишите также нам сообщение в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1-2-3-0-6-1-9-1. Поскольку, ну, я думаю, что очень большое количество людей, слушающих радиоболтком, являются и клиентами, пользуются услугами, пассажиру Вилсенс. И, ну, много вопросов. Много вопросов. И самое-самое, конечно, с чего мы должны начать, это новые электропоезда. Десять лет мы к этому шли и, наконец-то, дошли вроде как. Все подписано, осталось только их получить. Вот расскажите, когда планируется, что мы получим, и чем же эти электропоезда лучше? Ну, электрички в народе, правильно? Да, именно так. Это электрички. Курсировать они будут по электроизоляционным маршрутам. То есть, в сторону Валги, в Сигулды они не пойдут. Там нет электроизоляционных железно-радужных путей. Остальные направления – Ялгова, Скулта, Тукумс, Айскраукла. И, конечно, до туда есть электрицированные пути, и еще есть план, конечно, электрификации вплоть до Даугавпилса. Ну, этим занимается железная дорога. Мы будем закупать, то есть, уже, в принципе, закупили, ведь договор заключен, 32 состава электричек, первые поставки намечаются на весну 2022 года. Это получается, что у нас полностью обновляется вот этот вот парк электропоездов, или все-таки еще останутся какие-то старые? До конца 2023 года ни одной старой электрички уже мы не увидим. А что с ними идет? Сейчас мы смотрим в направлении вторичного рынка. Ну, там довольно-таки проблематично, он довольно узкий. Ну, в основном это восточное направление, там, где колея соответствующая нашей. И электрички все-таки старые. И какой будет на них спрос, пока трудно сказать. Ну, если спроса совсем не будет, то, по-видимому, это металлолом. А чем все-таки вызвана необходимость? То есть, только ли просто устарили физически эти электропоезда, или в новые электрички могут предоставить какие-то новые услуги пассажирам, которых старые не могли? Безусловно. Старые проектированы в середине прошлого века. Наши понятия о комфорте, о минимальном комфорте даже, сильно отличаются от того, что было 50-60 лет назад. Сейчас никого не удивишь климат-контролем, нормальной информационной системой, более плавным, тихим ходом. Все это отсутствует в тех электричках, которые мы эксплуатируем сейчас. Конечно, большое им спасибо, большое спасибо нашим техникам, которые их еще поддерживают в рабочем состоянии. Но они свое время, в принципе, отслужили. Ну, мне кажется, что любой комфорт, он бессмысленен, если в час пик, например, когда в жаркий день народ устремляется, предположим, в Йормалу или в противоположном направлении, и просто электропоезд забит под завязку. Да, об этом мы тоже думали. На данный момент у нас 26 составов в нашем распоряжении. Но, как видим, мы заоколываем 32. Мы переходим на другой принцип организации поездок и расписаний. То есть, мы, как только получим эти новые электрички, вводим так называемый интервальный график. Когда в часы пик, поезда будут курсировать через каждые 10, 15 или 20 минут, в соответствии с тем, какая там пассажирная грузка, в зависимости от направления. Ну, то есть, человек, по большому счету, пойдет, как на трамвай. Редко кто смотрит, во сколько будет трамвай. Идет, ну, то скоро будет. 10-15 минут он пришел. А электронные табло будут? Вот вы сейчас сказали, я вспомнила, что, например, там в Лондоне очень удобно. Ты видишь всегда, там через сколько будет поезд. Там опаздывает, не опаздывает. Это тот момент. Инфраструктура и табло на платформах, вокзалах. Мы, конечно... Работаем с железной дорогой, но это хозяйство железной дороги, и напрямую от нас не зависит. Но там тоже, конечно, есть продвижки, и в любом случае железная дорога будет строить новые платформы под наши эти поезда, чтобы обеспечить заход в поезд один уровень. Ну, по Юрмолской линии уже довольно много таких приподнятых платформ под управлением Ялгова. Есть парочка уже. Но и все остальные тоже надо доработать до того уровня, чтобы не было вообще никаких ступенек, и в поезд можно будет зайти в один уровень. То есть теперь прыгать не надо будет. И простому человеку иногда тяжело запрыгнуть на эту высоту. Велосипед, детская коляска, инвалидное кресло. А, кстати, вот о велосипедах. Сейчас действительно очень популярный вид транспорта, и многие отправляются, например, в ту же самую Юрмолу, захватив с собой велосипед, чтобы там совершить поездку. И даже вот в старых, в которых сейчас ездят электропоезда, предусмотрены места для закрепления велосипедов. Вот как будет решаться в новых поездах эта проблема? Будут места для велосипедов. Будут туалеты, будут мультифункциональная зона. В любом случае, это новый продукт, современный, соответствующий нашим понятиям, что такое комфорт и удобство. Вай-фай сразу. Безусловно. Безусловно. Даже так. Зарядное устройство. Ну, не зарядное устройство, но возможность подключить зарядное устройство. А еще отмечается, что скорость новых поездов составит 160 км в час, но там, где это позволяет инфраструктура, есть у нас такие места, где вот эти новые электрички смогут на полную свою мощность? Насколько я знаю, на данный момент нет, но железная дорога постоянно работает. Мы вместе с железной дорогой, то есть ЗОСА, что это постоянно работаем над повышением скорости. Это сокращает затраченное время в пути, и мы, наша услуга, становится более конкурентоспособной. Ну, не только с автобусами, но и помаленьку начинаем конкурировать с личным транспортом. А как это можно отследить, кто личный, кто не личный, а транспорт по количеству увеличивающихся людей? Да, да, по количеству пассажиров, ну и города следят за своим трафиком автомашин на своих улицах. Этим тоже можно делать косвенные выводы, движемся ли мы в правильном направлении, или какие-то нужные доработки. У нас звонок есть, именно. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, слушаю. Санкции имел уже, к примеру. Сравнение с сегодняшними ценами. Спасибо. Спасибо. Ну, вырастут ли цены, может быть, мы прощаем вопрос. Вырастут ли цены, ну, учитывая, что новые, да, электрички. Сдавать надо. Это напрямую не связано. Наша услуга заказывается государством посредством дирекции автотранспорта. Дирекция устанавливает и цены, и на билеты, и все другие параметры, по которым мы работаем. В свою очередь, насчет тока, привода электричек, электропоездов. Извиняюсь. Это да, я запустила это. Ну, на самом деле, ну, в народе всегда называют электричкой. В народе, да, более понятно, это правда. Уже в самом начале закупки был заложен принцип, что новые поезда должны работать на том типе электричества, который предлагает наша инфраструктура. На данный момент она, если железная дорога, вернее, не если, а когда начнет переоборудовать систему, уже сейчас в договоре у нас заключены несколько пунктов, которые подразумевают переделку наших новых электропоездов под новые обстоятельства. Вы упомянули техников, которые поддерживают вот эти электрички, электропоезда, в том состоянии, в котором они сейчас находятся, ну, то есть, в том состоянии, в котором их можно использовать, а с новыми электропоездами техники будут нужны, не будет никаких изменений. Ведь их тоже надо будет, наверное, как-то переучивать, какие-то там им курсы проходить, как-то их подстраивать под новый вид транспорта. Да, сама закупка под себя подразумевает закупку электропоездов, обучение персонала, закупку станков и оборудования для обслуживания и ремонтной базы запчастей на 5 лет. То есть, это все вот в эту сумму входит? Да, именно, это все входит. И будем строить новый ремонтный центр, ну, по-простому ДПО. Полностью электропоезда эти будут обслуживаться у нас в Латвии. А кто обучать будет мастеров? Производителей. Это обязанность производителя. Они обучают кадры, которые потом будут обслуживать эти поезда. Прием еще один звонок. Доброе утро. И так имеет многомиллиардные долги. Колоссальные средства, понимаете? То есть, это опять история про то, чтобы много тратить, а не много зарабатывать. Вот. И, соответственно, мой вопрос. А не получится ли так, уважаемый министр, что в этих закупках будут провобированы определенные компании, определенным партиям, и не только в закупках, как обычно нас обворуют, а потом в обслуживании, которое будет мега-дорогое? Можете ли вы гарантировать, что все цифры вы вот, например, сегодня выложите в открытый доступ, и люди, например, профессионалы, вот я в своей отрасли профессионал, если я увижу цифры, я без труда вычитаю, насколько вы собираетесь нас обворовать в очередной раз. Вот если все цифры, все закупки, все обслуживания будут в открытом доступе, и не по радио, а вот мы, государство, это мои деньги вы будете тратить, я хочу участвовать в этом обсуждении. Хорошо, спасибо. Вот так бы нелогично было поступить. Спасибо. Ну, прежде всего, да, Эгон Аллерс, ну, вас повысили до министра сразу. Представитель компании пассажировилсенс Эгон Аллерс у нас в студии. Ну, всегда, я понимаю, что всегда кто-то будет недоволен, то есть не меняют, вот, боже мой, вот старый, сколько можно ездить на этом старье, поменяли, вот куда пошли наши деньги, можно было все-таки и на старых поездить. То есть, вот всегда будет кто-то недоволен, наверняка, ведь в этой ситуации. Ну, безусловно, мы разные. Наверное, это вся суть человечества в целом, что мы все разные и отличаемся, но большинство все-таки желает жить в соответствии с временем, в котором мы живем. Ну, это подразумевает тот же самый некоторый комфорт. Ту же скорость, как некоторое передвижение и так далее, и так далее. Ну, если про закупки говорить, да, 10 лет они длились, вот, слушатель спрашивал про то, будет там лобби, не будет, кто победит и так далее. На протяжении 10 лет именно с этим разбирались, и комиссия тоже то запрещала, то разрешала, потом опять разрешала, опять запрещала, в общем, все это достаточно долго было, проверялось, чтобы никаких таких вот моментов, насколько мы знаем, не было. Ну, если упростить, это была третья закупка, хотя там немножко сложнее, которая завершилась, наконец-то, удачно. В последней, вот в этой актуальной закупке мы брали во внимание все предыдущие ошибки. То есть, сама закупка была организована совершенно другим принципом, то есть, по так называемому принципу переговорной процедуры. Когда претенденты подают свои заявки на довольно, ну, сравнительно приблизительные технические требования, и во время переговорной процедуры мы все заявки всех претендентов доводим до технической кондиции, которая нас устраивает как заказчика. Это была долгая и кропотливая техническая работа. По достижении этого результата, когда нас устраивают все поезда, которые поданы на тендер, закрывается техническая часть, там же править ничего нельзя ни с одной, ни с другой стороны, и претенденты подают свои финансовые предложения, то есть, цену. И не просто закупочную цену, потому что можно купить дорогой поезд с очень дешевым услуживанием, или наоборот, что-то очень дешевое, которое потом потребует колоссальных затрат. Мы цену, то есть, поведителя определяли не по закупочной цене, а по стоимости одного посадочного места в поезде в течение всего цикла жизни поезда. Вот говоря про как раз эти стоимости одного посадочного места, вот насколько все-таки перевозки пассажиров электропоездами оправдывают себя? То есть, мы прекрасно понимаем, что это же несет и социальную функцию, то есть, это связывает районы города, это дает возможность выехать за пределы города большому количеству пассажиров. Насколько это датируется, или это приносит прибыль, вот как раз эти перевозки? Общественный транспорт в прямом смысле слова без каких-то дотаций, компенсаций или другого вида поддержки со стороны заказчика, ну, в принципе, существовать не может. У нас складывается ситуация, что мы будем очень близко к тому, чтобы не требовать никаких дотаций, компенсаций, вот когда вступит в силу, когда поступят нам новые поезда, и когда мы достигнем своих намеченных минимальных увеличений числа пассажиров, то есть, мы на 25% собираемся перевозить больше в течение трех лет после закупки поездов, повысится пассажиропоток. И тогда, в принципе, если так можно выразиться, мы будем ехать по нолям. А 25%? Откуда это появилась цифра? То есть, откуда появятся эти люди, у которых станет больше на четверть? Личный транспорт. Мы надеемся, главным образом, на них, потому что удобства будут сравнимы с личным транспортом, поездится скорость, что тоже немаловажно для пользователей легковых машин. Также будет более жесткая конкуренция с другим общественным транспортом, то есть, какая-то часть перейдет, по-видимому, к нам. Я так понимаю, что запрос есть, просто будет такая возможность. Сейчас, возможно, людей там пугает доехать из центра до Золи туда, потому что там в Юрмалу едет поток людей, и не хочется там толкаться, а если вы увеличится. Плюс к этому с 2021 года начинается, и потом в течение, не подскажу, с каких лет эта система будет развиваться, но система общественного транспорта, по задумкам дирекции автотранспорта, полностью изменена. Там стержень и хребет общественного транспорта являются железнодорожные пассажирские перевозки, и под это подстраиваются автобусы. Ну, безусловно, только в тех местах, где есть рельсы, и доступен железнодорожный пассажирский транспорт. То есть, получается, что общественный транспорт будет подвозить людей к таким узловым пунктам, станциям, и дальше люди смогут передвигаться вот уже по железной дороге. Да, да, именно так, именно так. Железнодорожный пассажирский транспорт эффективен для перевозки больших масс пассажиров. В краткие сроки мы это можем сделать. В свою очередь автобусы будут закрывать ту территорию, которая нам недоступна, и по-большому и подвозить. Редкие какие-то маршруты, но где не такие большие пассажиропотоки, да? То есть, где невыгодно пускать? Нет, ну, мы, в принципе, там, где есть рельсы, практически везде есть наши движения. Ну, если совсем смотреть на такие мало обжитые, мало, с низким процентом населения, регионы там, там изредка поезда ходят. Ну, выгод Голбаны, там довольно-таки мало, много населенных пунктов. Там поезд более остался в таком, ну, технологического туризма вида. У нас еще очень много тем для обсуждения, не так много времени. Хотелось бы еще вот поезд Балдыраево обсудить. Тоже достаточно активно обсуждается. Запрос однозначно есть со стороны жителей. Была информация, что с 2022 года может появиться. По-видимому, со стороны потенциальных пассажиров есть запрос, потому что тема, если честно, не совсем новая, но, наконец-то, она поднята. Министр поднял это на таком функциональном уровне. В министерстве создана рабочая группа, которая работает над этим. И, насколько я знаю, под конец года, может, даже к осени будут уже какие-то выводы. Рабочая группа разрабатывает сам принцип основной финансовой необходимости, технологические возможности и так далее, и так далее. А также вопрос спроса рассматривает. И тогда уже можно будет приступать к конкретным практическим работам. Это не совсем простой проект, потому что там напрямую связаны три партнера. Это Рига, как город. Вот есть Залсельш, как владелец инфраструктуры, и пассажир Вилсенс, как оператор. Но, с другой стороны, ведь это целый огромный действительно район, который сейчас находится в отшибе, скажем, города, и добраться до центра занимает у людей очень большое количество времени. А на электропоезде это сделать будет, можно, за считанные минуты. То есть, в принципе, я думаю, что спрос наверняка будет. Поправка. Там линия неэлектрицирована. Там мы рассматриваем пускать дизель-поезда, когда это вступит в себя в силу. И да, и дизель-поезда, и даже наши старенькие, с довольно-таки слабым ускорением, все-таки в часы пик будут намного быстрее, чем и общественный транспорт, и, по-видимому, и личный транспорт тоже там потеряет. Раз уж затронули мы тему дизельных поездов, прозвучала информация после того, как договор был подписан по поводу новых электропоездов, что теперь следующий этап – надо менять дизельные поезда. Вы начинаете этот разговор с мыслями о том, что это тоже может занять энное количество лет? Энное – не энное, но новые дизель-поезда, вернее, поезда на неэлектрической тяге нам нужны. У нас сейчас в более-менее таком жилищном состоянии, это шесть составов, которые мы пару лет назад запустили, модернизированные. В них есть климат-контроль, туалеты, толковая информационная система, но сами поезда, все-таки и все их базовое оборудование, самобаза, вернее, это все еще 60-е, 70-е, 80-е годы. Слегка ретро. Да, ну, с виду они, конечно, совсем современные, но внутри есть много чем доработать, и те же самые ступеньки, большие и высокие, остались. Куда сегодня дизельные поезда ездят? В каких направлениях? Это Даугавпилс, наверное? Даугавпилс, Валга – это самые-самые такие популярные маршруты. Раз в неделю мы едем в Лепае, также там по Латгале, но есть специальные рейсы. Вот тут на днях мы запустили информацию, что в Аглуану пойдет специальный поезд. Пару раз в год в Голубана ходит поезд. Туристический, как вы сказали, да? Да, по большому счету туристический. Вот по поводу Цессиса хотелось бы поговорить, и в Алмиро туда тоже, наверное, дизельные поезда ходят, правильно? Да, безусловно, это Валгская линия. И вот в Цессис был запущен такой скоростной поезд, и я так понимаю, что достаточно популярным он стал, и даже решили увеличить количество рейсов, с чем вы связываете это? Ну да. Началось это немножко раньше, мы уже запустили в Цессис, просто скоростной поезд, там несколько остановок всего лишь осталось. но желание пассажиров и популярность этого рейса, а также разные инициативы Цессисского самоуправления потолкнули нас запустить еще один рейс, это прошло через Совет общественного транспорта, они дали добро, и мы запустили, как это в социальных сетях назвали, суперэкспрессом, то есть там всего лишь две остановки, займут там Сигулу до следующей Цессис. То есть это все очень быстро? Если нормальный, медленный поезд, который останавливается во всех остановках, идет порядка час 53 до 2 часов 2 минут, в зависимости от факторов, то вот этот самый быстрый, час 15, простой экспресс, опять-таки в кавычках, час 25. Оба рейса очень популярны, мы изначально вот этот, который с двумя остановками, пустили в трехвагонном составе, ну и через неделю поняли, что этого мало, каждый второй рейс кто-то стоит, даже негде сесть. Сейчас там курсируют в сцепке 6-вагонный состав. А с идеей кто приходит, самоуправление или к вам обращаются жители, что вот было бы хорошо, или вы какой-то анализ проводите, понимаете, что вот там население Цессиса, например, там увеличивается, туда переезжают, и возможно там было бы хорошо. Все вышеупомянутое берется в расчет и существует, но конкретные цессики, случаи, это по большому счету заслуга цессисского самоуправления, мэра Цессис, который очень активно занимался этим делом, постоянно. Причем, насколько я знаю, Совет общественного транспорта будет рассматривать вот этот, который совсем быстрый поезд, как бы удлинить его до Валмейры. Да, вот это мы тоже слышали, то есть появилась, и появилась такая мысль, необходимость, много людей ездят по этим маршрутам. Да, ну, если изначально там в трех вагонах там постоянно кто-то стоял, негде присесть было, то я посмотрел последние данные, за последние две недели, опять-таки, было два рейса, где не было свободных сидячих мест. Ну, вот, кстати, говоря про такую популярность рейсов, наверняка возникает проблема у многих пассажиров, когда очень большой пассажиропоток с приобретением билетов, потому что небольшие станции, там всегда один кассир, к нему выстраивается очередь, если прийти вот, ну, впритык за пять, там, за минуту до подхода поезда, можно даже и не успеть купить билет. Как сейчас, вот, если вот мы заговорили про билеты, решаются возможности, ну, вот вопросы, потому что в поездах, в электропоездах тоже продают сами контролеры билеты, но это очень долгий процесс, получается, что, ну, уходит где-то 3-4 минуты буквально для покупки одного билета, вот, есть ли возможность как-то решить и вот эти проблемы? Ну, тут мы можем предложить билет покупать в электронном виде, нашли билеты, его можно купить на домашней странице, а также в приложении мобильных устройств. Ну, это такое большое-большое событие, на самом деле, было, когда ввели вот это приложение, потому что вот эта конкуренция все равно существует, если там ту же Ригу брать между Ригой с Атексом, общественным транспортом и поездами, электропоездами, которые в районы ходят, и Рига с Атексом как раз очень многие критикуют за то, что уже столько лет, почему мы не можем везти, там, бегу, билет не успеваю купить, и так далее, и так далее, а вот пассажиру Вилсенс ввели. Тяжело было решиться? Вы долго собирались? Как это произошло? Собирались мы долго, но сделали потом это очень все быстро. Там надо было просто принять решение и двигаться в заданном направлении. По сравнению с Ригой с Атексом, наша система довольно-таки проста. Нет автоматической валидации у нас, там кондукторы этим занимаются, так что наша система по своей структуре сравнительно проста, но это только начало. Вот совсем недавно, месяц назад, мы запустили еще одну возможность купить билет по карточке Семиатри Плюс, которая предоставляет многодетельным семьям значительные скидки по одноразовым билетам. В перспективе мы планируем, что через мобильное приложение или через домашнюю страницу можно будет у нас купить все, что предлагается в кассах, то есть весь наш ассортимент билетов. Это стоит каких-то денег, программирование, улучшение системы, потому мы решили не так сразу построить готовый дом, сдать под ключ совсем, но начинать с минимума, и первый шаг был вот одноразовые билеты. Тут подключились в Семиатри Плюс. Следующий шаг, который мы нацелились, это, и вот можно назвать немножко маркетинговым шагом, мы желаем дать скидку на билеты, которые куплены в электронной среде, то есть через приложение или через домашнюю страницу билет будет несколько дешевле. Одноразовый билет. Означает ли это, что, ну, как говорят, что роботы заменят людей, но что количество вот этих кассиров уменьшится, да, их надобность, возможно, через какое-то время. Потому что сейчас это выглядит действительно архаичным, когда пожилая женщина сидит за окошечком, видно у нее там электрочайник, ну, вот такая обстановка, я не знаю, Домашняя. Ну, да, но вот что-то такое, я понимаю, что это уже такое уходящее в прошлое. Но при этом станции, мне кажется, являются таким, особым видом и для там тех же туристов, и даже не туристов, для жителей Латвии, которые, ну, каких-то городов, которые ездят в другие города, тоже вот эти станции, это какое-то такое особенное, особенное место. Безусловно, у нас останутся кассиры, будут продавать простые бумажные билеты, это никуда не отменяется, возможно, какие-то изменения по их числу будет, но там всегда очень тонкая грань, где эффективность и, то есть, расходы с потенциальными доходами от того, что там обслуживается человеком человек. У нас тоже задана некая грань, после которой, если нет какого-то оборота, мы рассматриваем возможность закрыть кассу или, опять-таки, открыть где-то новую. Но то, что у билетных касс образуются очереди, это, опять-таки, неприемлемо по нынешним меркам комфорта. Ну, станции останутся, я понимаю, что инфраструктура, возможно, это не ваш АЛДЗ больше занимается этим, но вот станции, как таковые, залом ожидания, вот это вот. Ну, хотя бы с навесом от дождя, условно говоря, с лавочкой. Безусловно, безусловно. Станции останутся, там ничего нового еще не придумали, и пассажирам, вот когда будут опять железной дорогой заниматься, вот модернизация платформ, там все эти аспекты уже, по-видимому, учтены. Ну, вот, где звонок, да. Звонки у нас, да, много звонков, будем принимать, что успеем. Доброе утро. Доброе утро, господин министр. Вот читаю... У нас не министр, сразу исправлю, у нас представитель компании пассажировилца. За плюс другой должен быть. Да, 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 да. Эггоналерс. Вот читаю прессу. Следующее. Так, посреди вагонов будут возвышения со ступеньками, которые придется героически преодолеть старикам, инвалидам и мамам с колясками. Кроме того, в час пик состав может набиться около тысячи пассажиров, для которых предусмотрено всего два туалета. Все счастье стоит четверть миллиарда евро. И, господи, я хочу спросить вас, как, например, сесть сейчас в электричку, это безумный мой вопрос, на центральной станции, как тащат инвалидов в вагоны, как помогают женщинам с коляском, и как вообще туда уже залезть и вылезти? Спасибо. Как сейчас помогают? Сейчас есть разработанная система, которую тоже не поддерживаем мы. Мы там сотрудничаем с железной дорогой, где у железной дороги можно заказать мобильные подъемники, а также заказать обслуживающий персонал, который поможет человеку с инвалидностью подняться на платформу, на перрон. И, в свою очередь, мы со своей стороны предоставляем поезд, который оборудован под человек с коляской. То есть, там есть такая специальная система иммобилизации, пристегивается и едет. Сейчас слушательница напомнила, была действительно история, не помню уже, когда именно, но не так давно, что хотел человек в инвалидной коляске поехать в Юрмалу, по-моему, и надо за какое-то время, то ли за сутки, как-то информировать и заказывать вот эту услугу. А если это было спонтанное решение, могут ли, например, ваши сотрудники, пассажиры, тот же водитель или там работники, как-то, ну вот приехал человек, ну что его теперь не брать, как-то помочь ему? Мы этим занимались уже несколько лет назад, в том числе с общественными организациями, которые представляют инвалидов. Есть такая организация АПРАНС. Они настоятельно не рекомендовали. Во-первых, это опасно как для человека, который помогает, особенно в нашем случае, когда у нас персонал все-таки женщины и уже не молодые совсем. И особенно для инвалида, которого как-то по доброй душе кто-то хочет ему помочь, поднять и потом не удержать, уронить. Эти все риски довольно-таки существенные с точки зрения АПРАНС. Потому вот была сделана такая система, когда заранее заказывается услуга. Специально обученные люди обслуживают клиента. И еще один аспект. Не все наши нынешние поезда оборудованы вот этой системой и мобилизацией. Мы тоже получаем посредством железной дороги заявку. Мы запускаем в конкретный рейс, конкретный поезд, который оборудован. То есть, это каждый раз надо подстраивать вот этот вагон специальный... Да, состав, состав. Их не так уж и мало, но все-таки не все. Ну вот был вопрос по поводу туалетов. Но я понимаю, что, господи, в старых электричках вообще ведь туалеты не были предусмотрены. То есть, в старых электричках были они предусмотрены, но они были предусмотрены довольно-таки, опять, по старым принципам, открытым образом все там работало. Вокруг Риги в сорока и в некоторых направлениях чуть больше километровая так называемая санитарная зона. Тут выход, конечно, можно решить, там поставить биотуалет, но опять-таки это колоссальные инвестиции на подвижной состав, которому осталось уже пару лет. То есть, будем ждать все-таки уже новых, седьмого... А там по ступенькам внутри, да, ступеньки есть, но заход в один уровень и никакие коляски никуда тащить по ступенькам не надо будет, потому что вот так называемая мультифункциональная зона находится вот в той части поезда, которая в один уровень с платформой. Можно, у меня такой интимный вопрос возник по поводу туалетов открытого типа, то есть, значит, что все на железной дороге остается или как это происходит? Ну, да. Ну, изначально так они в 50-60-х годах проектировались и устанавливаясь санитарная зона вокруг городов, когда туалеты закрывают. А, то есть, в какой-то момент закрывается за... Ну, да, я понимаю, что пока поезд не выехал за черту города. Сделать свое черное дело. Терпите. Я поняла. Именно так. Так был у нас звонок. Доброе утро. Доброе утро. Очень коротко попрошу, совсем мало времени остается у нас. Да, да, да. Ваш гость не ответил на вопрос по предполагаемой стоимости билета, но он сказал, что поставщик вагонов определялся по цене пассажира места. Вот пусть он назовет эту цену одного пассажира места для чешского завода. Спасибо. Спасибо. Есть у вас цифры. Билеты я не подскажу, потому что не мы решаем цены на билеты. Это дирекция автотранспорта, совета общественного транспорта и так далее, и так далее. Это наш заказчик. Пока прямых индикаций нет, что билеты будут увеличены, но ввиду того, как растет цены на все, это совсем не исключается. Но это чисто мое личное мнение по этому поводу. Стоимость одного пассажира места. Стоимость одного пассажира места. И причем не чешского завода, а именно для нас. Поезда дела это все-таки конкретно на заказчика, их нельзя купить. Так писал, зашел в салон и купил. У нас одно пассажирное место стоит 17 337 евро. У меня тут для сравнения еще несколько цифр. Мы тут слышали много хороших и не очень хороших слов о нас по сравнению с Эстонией. Закупка в Эстонии была в 2011 году, когда они закупили из себя новые электропоезда, которые сыскали славу среди пассажиров. Там почти в два раза повысились пассажирские перевозки. Но нюансы, которые не учитываются. Они закупили поезда на 79 миллионов. Но они закупили 18 поездов. Мы закупаем 32. Они закупили поезда длиной 57 до 75 метров. Наши поезда практически длиной 110 метров. У них в каждом поезде тоже отличаются посадочные места. Но с 200 до 274 мест. У нас 436 посадочных мест. В общем и в целом они купили приблизительно 4000 посадочных мест. Мы покупаем 14000 посадочных мест. Общая длина поезда у нас тоже чуть более 3,5 километра. У них километры 100 метров. И цена наша в сравнении с эстонцами на 12% ниже. На посадочное место. Они заплатили практически 20 тысяч евро за посадочное место. Когда у нас немножко более 17 тысяч. Ну значит что в Эстонии тоже если вы говорите что увеличилось запрос увеличилось количество пассажиров значит пользуются спросом. Все таки поезда везде. Да, да. Это еще наш один аргумент. Когда люди с недоверием смотрят что повезете 23-25 миллионов при своих нынешних 18-ти. Мы говорим да, повезем. И причем это скромная оценка. Потому что эстонцы не то что на 25% повысили. Но там они практически удвоили. У них в 2011 году то есть до закупки было 4,5 немножко больше миллионов пассажиров. Сейчас они подходят к 8 миллионам. Сколько будет мест столько будет наверное пассажиров. до золи туда в любом случае доехать будет дешевле на электропоезде чем на общественном транспорте ну учитывая стоимость сопоставимого билета. Да. Немного времени у нас совсем остается. Вот по поводу вы с помощью сети пассажиров перевозок можете следить за тем где люди живут куда они переезжают где их становится меньше где их становится больше. У вас тоже наверное есть вот эти направления которые где вы сокращаете где вы увеличиваете количество рейсов как вот в Цессис например. Есть какие-то может быть за 10 лет какое-то направление которое вообще потеряло свою актуальность и увидеть то что там с каждым годом все меньше и меньше и меньше количества людей. Напрямую это очень трудно там довольно-таки сложные сложные подсчеты анализ нужен который мы так углубленно не ведем но в принципе какие-то тенденции конечно мы видим и наблюдаем немножко портит картину то что в этот ваш упомянутый отрезок попадает кризис там там сильно остановилось все в том числе и движение человека если у человека нет работы он в основном таки никогда не едет потому что наш основной пассажир все-таки человек который едет на работу на учебу или заниматься какими-то делами но направление направление то же самое губана где количество пассажиров уменьшалось уменьшалось до того что линию мы оставили в таком туристическом режиме в свое время в ЛЭПА каждый день курсировал поезд сейчас мы опять рассматриваем такую возможность потому что там опять-таки мы видим перспективу видим рынок и ЛЭПА и ЛЭПА это рассматривается как один из возможных вариантов где по крайней мере один раз в день хотя и с точки зрения организации и организации движения и с точки зрения пассажир один раз в день это мало а по поводу хотелось бы еще вот ЛЭПА вы упомянули там недавно концерт Прата Ветра был и вы запускали дополнительные рейсы насколько сложно их организовать и опять-таки чья это обычная идея это вот например в ЛЭПА концерт это ЛЭПА предлагает или вы понимаете что там ага там Прата Ветра надо там дополнительные рейсы пустить например этот конкретный предлагал не ЛЭПА а организаторы концерта попросили нас предоставить такое возможность там идет конечно процесс согласования в том числе с дирекцией автотранспорта и советом общественного транспорта и мы запускаем эти поезда но это не единственное у нас был был поезд на в Сейгвуду где Возл дал свой юбилейный концерт тут на этих выходных опять ЛЭПА был фестиваль фестиваль который тоже очень очень популярно было ехать именно на поезде где мы дали дополнительный двойной состав шесть вагонов так что это довольно таки популярно становится и организаторы разных таких больших мероприятий постоянно обращаются к нам мы рассматриваем эти возможности и в удачном случае запускаем поезды и получается что и в обратную в обратном направлении тоже то есть после концерта это же достаточно поздное позднее время да да по ЛЭПА было и туда и обратно спасибо представитель компании пассажиру Вилтсен Сегон Алларс был у нас в студии много еще конечно же незаданных вопросов осталось как обычно поэтому наверняка будем приглашать еще спасибо что пришли